так что происходит здрасте привет 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 людям ну вы святые люди что вы ходите на прямые эфиры просто святые святошки а я святая что провожу прямые эфир 18.00 во время когда говорят нельзя проводить эфир и оля нужно проводить другое я провожу тогда когда хоть как-то что-то успеваю я сегодня не успела заниматься спортом хотя он был записан не на 800 до я проспала вот поэтому я просто решила ходить спортивной форме и вдруг это мне поможет не сильно разжиреть так слушаю вас как сказку и ну как приятно честно говоря сегодня еще пришло одно объяснение того почему почему времени стало меньше потому что на самом деле частота земли и вибрации ускоряются и действительно времени становится меньше так что если вам кажется что вы стали успевать меньше или наоборот вы успеваете много но времени бежит быстрее это нормально то есть опять-таки мой гуру в этих вопросах подтвердил мои догадки и мое мнение что действительно что-то происходит поэтому мы сейчас все будем как эти центрофуги гонять честно говоря даже немножко страшно сергей мне сегодня сказал что зачем ты людям рассказываешь такую информацию ну это же страшно я говорю что там страшно он говорит страшно то что земля становится неуправляемой это что происходит все вот эти катаклизмы это что так сильно вибрирует сама планета ну нас может в один момент у всех не стать я говорю ну если на всех в один момент не станет мы это не поймем спасибо большое кто-то написал один что я сумасшедшая после сегодняшнего видео я была удивлена почему только один человек это написал но в общем благо что есть те кто понимает я сидела делала домашнее задание честно у меня правда не хватает времени вам честно скажу потому что я как-то очень много всего хочу объять и в этой какой-то такой горячки живу по часу его моей дочери младшей младшей проходит тренировка и слышу я поэтому наушники надела потому что слышу как они там кричат путин спасет нас может быть но путина в другой стране вроде как поэтому нам наверное не светит я даже не знаю что у нас происходит честно вам скажу по поводу политики начнемся не хотела сказать другую историю я делала домашнее задание я подумала о том что можно было бы этим и поделиться с вами вся информация в открытом доступе все витает в воздухе на сегодня так много информации какая-то из нее попадать наши уши а какая-то не попадает и я думаю что тут как раз момент того что в чьи уши попадает и какая информация это не случайно всего остального ну как бы необъятное количество и я сейчас прохожу тренинг у джона кеха вот решила прокачаться такой достаточно небольшой шестинедельный вот и параллельно прохожу еще один тренинг но вот по этому тренингу я делала домашнее задание и удивительным образом уже никогда не любим дело домашнее задание это знаю это очень хорошо потому что когда ты что-то слушаешь тебе кажется что ну как их знаем слышали проходили это как вот из истории опять-таки как там сделать красивые руки или тело да там можно слушать там как качать ее там смотреть на нее и так далее но все-таки если ты подкачаешь что будет лучше хотя работают как бы моменты и мыслительного характера но все-таки вероятность того что если ты поджимаешься то рельеф рук скорее всего будет быстрее есть такие моменты и вот я домашки всегда очень не люблю тоже делать и ну в общем вы все это знаете я все-таки решила ее сделать потому что джон 300 тысяч раз говорит о том что бесполезно что-то слушать ну естественно он это говорит он это говорит уже методично я так подозреваю 40 лет поэтому он очень убедительно это говорит что бесполезно слушать вас ничего не спасет вам нужно короче ебашить ребят и я значит решила все-таки поебашить времени не хватает я так знаете у меня такой список большой значит что мне нужно сделать я так все это экстренно пытаюсь делать сейчас ну правда очень всего много и если даже у меня такая была классная медитация я проходил я прям так проплакал чудненько в общем я все-таки решили две минуты оказалось что две минуты заняла первая часть моего домашнего задания целых две минуты и это шесть законов о которых он везде говорит шесть законов мышления вот и очень интересно то что он везде говорит мы везде их слушаем но когда это выполняешь первое домашнее задание первое домашнее задание нужно просто выписать от руки на бумаге ты вдруг в очередной раз мы понимаешь что этого всего не уже уже все забыл уже ничего не помнишь уже ничего не слышал это такая поразительная особенность и первый закон который я отрешила что мы с вами можем об этом поговорить потому что на этом сегодня строится и базируется мой рерайтер жизни и вообще все не вся вселенная на этом базируется об этом сегодня умнее говорить чем о воронке продаж уж точно вам говорю значит первый закон властит что мысли являются реальной силой то есть то что мы с вами думаем напрямую отражается в том какую жизнь мы имеем и первая история о том что если ты меняешь как бы мысли свои то ты меняешь жизнь ну да банально так очень все звучит уже типа мы а я блин я тоже там тысячу раз это все как бы слышал но есть такая простая штука когда я это называю если ты не можешь изменить ситуацию изменить свое отношение к ней и когда вы начинаете банально на любую ситуацию смотреть с другой стороны но даже взять на вот эту вот историю можно сказать что все он наступил пиздец у нас мало того что в украине еще по моему что-то горит чернобыль открыть окна невозможно непонятно когда откроется бизнес и половина бизнеса никогда не откроются люди остались без денег продавать бизнесу теперь предпринимателям у кого еще деньги есть сложно потому что все остальные остались без денег ну короче наступает пиздуст с этой стороны если мы посмотрим на Но если мы посмотрим на то, что перед нами наконец-то открылась возможность занять свою нишу, перед нами открылась возможность на теперь хотя бы, ну, мы уже все, мы остановлены, все заводы остановлены, да, подумать над каким-то теперь новым своим продуктом, сделать то, что мы хотели. Наверняка половина наших конкурентов не выйдет, что он не может не радовать, ну, давайте будем откровенны, что не может не радовать. И эта ситуация, конечно, заставляет нас смотреть на все под совершенно другим углом, то есть только что мы как бы думали, что все плохо, а тут только что оказалось, что у нас есть большое количество других взглядов. Вижу, что есть какие-то вопросы, не знаю, сразу не хочу, зачем вы искали инвесторов на YouTube-канал? Да я никуда не искала, если вы говорите про шоу Василия Хмельницкого, то это было подстало. Я была актером, но я об этом не знала. Мне дали слова, которые нужно сказать, и сказали, что у меня в этом шоу будет своя роль. Я сказала слова, а мне сказали, вы не прошли, и, в общем, вот так было отвратительно, но я дурой, я просто была дурой в этой ситуации, но так получилось. Дурой я тоже бываю, это нормально. Итак, едем дальше. Второй момент, это то, что разум является, второе его правило является, разум является станцией приемом и отправки сообщений. То есть все, с чем вы соприкасаетесь, вся информация, которая поступает в ваш мозг, всех, кого вы слушаете, кого вы читаете, с кем вы рядом находитесь, все это как бы и определяет то, кем вы по факту являетесь. Ну, тоже мы вроде бы это все слышали и знали, но при этом мы продолжаем общаться со старыми друзьями, очень много времени уделять, смотреть телевизор, конечно же, читать какое-нибудь говнецо, вовлекаться в какую-то левую информацию, смотреть, как блогер варит борщ, суп, потом у него три часа, я только что недавно включила, там что-то на сковородке жарилось, и вот вы этим шлаком питаетесь, человек просто себе рейтинги поднимает, вам эта информация вообще ничего не дает, никакой пищи для мозга, и потом вы удивляетесь, что как-то в вашей жизни становится все хуевенькое и хуевенькое. И, конечно же, это опять-таки является подтверждением того самого закона, то есть то, чем вы наполняете свой мозг, то, с кем вы общаетесь, то, как мыслит ваш партнер, да, с которым вы живете, в общем-то, все очень-очень просто. Следующий момент, следующий закон его гласит, что мысли притягивают подобные мысли. Но суть такая, что если вы уже это, мы это называем «беда не приходит одна», помните, когда утром встаешь и что-то не то, не знаю, прочитал какой-то плохой комментарий или какое-то сообщение, или надеваешь утром любимую блузку и спачкал ее пудрой или пролил на нее кофе, и вдруг тебя это зацепило, в этот момент ты спотыкаешься об своего кота, вот, который пришел, мяучит, там что-то перед тобой, тут выходит твой ребенок, и ты понимаешь, что он наделал что-то не то на себя, а вы уже опаздываете, тебе нужно в тренажерный зал, и вот одно захватывает другое. И вот вы уже мчитесь, кого-то подрезаете, кто-то останавливает, выбегает, кричит «курица, ты недоделанная на дороге», и все. И вы что-то не поняли, что произошло, из-за чего все это, но ситуация какая-то незначительная притянула и все остальное, поэтому настолько важно уметь осознавать, в чем вы сейчас находитесь, и если что-то происходит негативное, вот эту негативную историю нужно тут же обрубать. Для этого есть ряд техник, я уже тоже об этом говорила, но это очень важно, то есть контролировать и фиксировать, что что-то пошло не то, эй, подожди, почему я сейчас себя так чувствую, или когда, например, знаете, такая банальная ситуация, когда какой-то милый человек говорит вам какую-то неприятную фразу, ну вот у меня вчера кто-то зашел на страничку мою и пишет мне комментарий, если бы у вас были виниры, вы были бы лучше, и типа пошла. Я посмотрела, думаю, это моя подписчица, интересно, такая милая женщина, вот, смотрю, нет, не моя подписчица, вот, но сам факт того, что человеку хочется, да, сделать каким-то образом неприятно, то есть и свое мнение каким-то, как-то оставить. Конечно, на эту ситуацию можно завестись, можно пойти расстроиться, реально посмотреть на себя в зеркало, подумать, что уебище, и вообще жизни теперь тебе нету, и рассказать всю историю, поплакаться там своему мужу, что, блядь, действительно, и она разве не понимает, что я бы себе поставила виниры, но у меня есть, ну хуя, ну кому надо, да. Я как бы, ну, девочка с прекрасной самооценкой, с пониманием того, что у меня есть, как у меня есть и почему у меня есть, и, ну, мне захотелось побыть гадиной, я зашла на ее страницу, а у нее ужасные толстые короткие ноги, вот прям совсем. Ну, конечно, я не удержалась, я ответила, но сам факт того, что если в это включиться по-настоящему, если с этого не поржать, или если это просто не отрезать и не обратить внимания, то, конечно, это может очень сильно на вас воздействовать, поэтому берегитесь всяческих ситуаций и контролируйте, как только вы видите, что что-то произошло, а кто-то, вот это я вам точно скажу, вы можете себя обезопасить со всех сторон, но якась зараза обязательно напишет вам какую-то гадость или скажет вам, причем иногда это может быть ваш очень близкий друг. Я вам скажу по секрету, я раньше была такой девочкой и так поступала со своими знакомыми и подружками, то есть я говорила им специально какую-то гадость на подсознательном уровне, ну вот, мне очень хотелось сделать им неприятно, видимо, то есть моя желчь, мама мне говорила, что во мне много желчи, вот у меня такое было, но я сейчас понимаю, что это, конечно, признак неуверенности в себе прежде всего, и когда ты не можешь работать над собой, ты еще не понимаешь, это как ребенок, знаете, вот он что-то делает, и он не понимает еще уровня злости, вот Алиса бывает у меня даст по голове, там Еве, да, ну или там что-то ее толкнет, ей ее жалко, она вроде как не специально, но она не понимает, она еще, вот знаете, не может себя рассчитать. Вот то же самое происходит и со взрослыми людьми. Поэтому вы должны понимать, что как бы мысли притягивают подобные мысли, соответственно, нам нужно очень сильно оберегаться от того, чтобы в нашу голову залазили деструктивные мысли, любые, начиная с того, что я неудачник, а что если у меня не будет денег, а что если сейчас мой бизнес не будет развиваться, а что если меня не возьмут на работу, а что если я заболею ебаным этим коронавирусом, а что если, а что если, я вот вы знаете, вообще перестала думать о коронавирусе вообще напрочь, я уже говорила о том, что я даже забываю маски, брать они мне в кармане валяются, я даже не купаю, вот так вот, знаете, просто лежит. Я настолько это с моей головы вырезалась, то есть у меня сейчас ощущение, что мы по какому-то другому поводу живем в таком графике, что я перестала совершенно этим беспокоиться и иногда даже забываю, что происходит вокруг меня, и мне с этим сильно легче живется, например, да, ну руки я мою, не волнуйтесь. Следующий момент это то, что любая негативная мысль, она в принципе похожая, подтверждает то, что я говорила, любая негативная мысль имеет на нас влияние, когда мы на ее впустили, когда мы в нее включились. То есть до тех пор, вот никакой негатив вас не касается до тех пор, пока вы о нем не знаете. Вспомните, например, упал самолет, сгорел кинотеатр, ну не дай бог, куча всяких штук, но если вы об этом не знаете, то в принципе все окей, вы себя прекрасно чувствуете, но как только вы начинаете об этом узнавать, а мало того, и вы не просто узнаете, вы начинаете копать об этом информацию, нарывать, вас туда тянет, все, вы этим живете, вы уже забываете о своих детях, вы уже забываете о своем бизнесе, вы уже ни о чем не думаете, вы себя считаете социальным человеком, как я могу думать, тут вот мир нужно спасать человечество, а все потому, что собственной жизни как таковой интересной нету. Потому что когда есть, вот у меня сейчас своя собственная жизнь интересная, да, я знаю, у меня есть обязательства, у меня есть там сейчас куча рерайтовцев, с которыми мы работаем, я вот сегодня записывала, сегодня медитация у нас будет огнище с ними, записывала занятия на завтра. И я понимаю, что мне есть чем заниматься. Я вам честно скажу, я, например, новости Украины вообще не смотрела, не знаю сколько, я даже не знаю до сих пор ли у нас президент еще тот или не тот, что у нас вообще происходит. Я узнала, что что-то горит, только у кого-то в инстаграме в ленте, и у меня воняло сильно гарью, и я только поэтому обратила на это информацию. Но воняет у нас регулярно, поэтому я к этому привыкла. Поэтому любые мысли, которые мы в себя впускаем, они начинают в нас жить. Я в себя впускаю сейчас мысли развития, я сейчас в себя впускаю мысли того, как я могу на всей этой ситуации реализоваться. Для меня сейчас очень важный момент, где сейчас я чувствую, что я сейчас нахожусь на своем месте. Я думаю, как я могу это сделать больше, как я могу это сделать лучше. Я вижу, что зашел продукт, который я делаю, что нравится, что вдруг начали нравиться мои медитации, хотя вообще об этом не думала, клянусь вам вообще проводить медитации. И я абсолютно живу в своем продукте. И я вижу сейчас очень много предпринимателей, на которых я подписана, они делают то же самое. Они сейчас стали активны в 1025 раз больше. Вот, кстати, есть Света Котенко, Ланы Котенко с Фудексом. Света, я смотрю, что вы такие молодцы. Вы фигачите сейчас в 300 раз больше, ускорились. И это классно, потому что мы понимаем, что ё-моё, у нас появился такой сейчас классный ресурс, у нас появилось время, и люди, которые сидят, и нас там готовы смотреть, слушать. А если вы акцентируетесь в это время, о боже, сколько там людей умерло, кто-то говорит мне, что каждый, ну не кто-то мне говорит, это я где-то слышу, что люди каждый день проверяют сводку. Сводку реально, сколько умерло, сколько заболело, сколько... Это же невозможно. Это же как с этим вообще жить можно? Ну, зачем? Самое главное, что вам это даёт? Зачем? Сковывают, сковывают, сковывают. Поэтому любая негативная мысль, а сейчас нам ничего позитивного не рассказывают, да, нам говорят, типа, и мы не умерли, давайте этому возрадуемся. Но если для вас это единственная радостная мысль, что мы не умерли, то как бы, ну не знаю, ну точно не знаю. Вот, соответственно, сейчас, почему классно ускоряться? Потому что, когда вы ускоряетесь, вы работаете над собой. Вот у меня там растёт YouTube-канал, у меня там растёт Instagram, у меня всё растёт, у меня растут продажи, у меня растёт настроение и так далее. Понимаете, куда мы фокусируемся, то мы и получаем. И позитив, он есть отовсюду, как и негатив. Можно на любую из этих ситуаций посмотреть по-разному. Следующий его закон, пятый, как вы помните, мы говорим о законах Кеха. У нас есть сила вкладывать в мозг любые мысли. И кажется, ну типа, ну о чём? Что это? Ну в смысле? Типа, мысли позитивны? И что, если я буду говорить? У меня есть, блин, третья рука, она у меня вырастет. Но смысл в том, что мы, как я уже говорила, можем на ситуации смотреть абсолютно по-разному. И мы можем, если вот говорить о новостях, о соцсетях, вот сегодня на нас это имеет величайшее влияние, да, огромное влияние. Мы все это видим. И я вам благодарна, что вы посещаете мои эфиры регулярно и каким-то образом пытаетесь реализоваться хотя бы таким образом. Я вам посоветую зайти на мой телеграм-канал и почитать книжку или пойти поиграть на приставке. Вот. Если вы не видели сиськи, я вам могу показать, у меня шикарные, поэтому я не стесняюсь. Вот. Могу показать вам ноги, что вам еще показать. Вот. Всё. У меня всё прекрасно, идите, займитесь собой. Значит, мы говорили по поводу того, что в свой мозг можно любое вкладывать. Почему? Заметьте, если вы не смотрите телек, вы можете его выключить. Если вы можете в социальных сетях отписаться от всех, кто вас дезориентирует, а я, например, делаю это так, если я вижу, что даже, например, я отписалась, я люблю шмотки, ну, люблю шмотки, но я понимаю, что сейчас, если я буду залипать в аккаунты со шмотками, ну, вообще, это как-то вообще очень, ну, мне сейчас это вообще не актуально. Поэтому мы можем в любой момент менять свои интересы. И, соответственно, я выбираю для себя те аккаунты, которые каким-то образом несут мне пользу. Либо вдохновляют, я знаю, что там классно пишут, либо там есть какая-то полезная для меня информация, а либо вообще стараться меньше. То есть максимально. Либо это какие-то классные предприниматели, я люблю смотреть, как они меняются и об этом пишут. Очень классно у Димы Борисова, например, ресторатора. Он там пишет, сейчас дневник ресторатора. Очень классно пишет выводы свои о том, что происходит. Он пишет не теоретически, он пишет, он делает, он пишет. Я о нем тоже очень часто рассказываю, потому что, как бы, мне импонирует его подход ремесленника. Он тупо ебашит. Просто ебашит постоянно. Вот. Соответственно, вы можете сами понимать, что вкладывать в свой мозг. И когда вас окружают люди, которые все ебашат, которые развиваются, которые говорят о том, что они в этой всей ситуации находят позитивного, то, безусловно, ваш мозг уже не может мыслить деструктивно. Простите за это страшное слово, я не знаю, откуда оно влезло. Что-то, видимо, я почитала. Не может мыслить разрушающее. Он уже не может думать о страхах. Он уже не может думать о том, что все будет плохо. Он видит, что все люди действуют, они что-то делают. Вау, это интересно, это прикольно. И ты уже даже в какой-то момент, как это случилось со мной, начинаешь завидовать той ситуации, в которую ты попал. И я вам скажу больше, мне уже даже начинает становиться страшно, что это закончится. Я думаю, блин, мы сейчас такие эффективные. У нас сейчас нету залипонов на то, что поехать там отдохнуть, как-то там, знаете, просрать свои деньги, свое время. Нет. У нас сейчас максимальная эффективность такая. Я сегодня записала видео, точнее, вчера и выложила его в YouTube. Я надеюсь, что вы смотрели его. А если не смотрели, посмотрите. Оно как раз рассказывает о том, что происходит. Это не моя информация, я ее услышала у человека в источнике, которому я доверяю. И я ей поделилась так, как смогла. У меня вообще кретинизм на цифры, на точные. Вы знаете, история – это вообще, в общем, не мой предмет. Вот. Но суть в том, что у нашей Земли как бы есть определенные колебания. Называется это резонанс Шумана. Ну, то есть частоты, на которых там она колеблется. Эти все штуки замеряются, и человек, он тоже как бы излучает, вы понимаете, что мы все какие-то там тела, у нас есть энергия, и мы тоже с вами вибрируем на определенных частотах. Так вот сейчас я вам просто коротко скажу, что сейчас частота Земли, она там столетиями не менялась. Я, по-моему, в видео сказала тысячелетиями, обманула. Столетиями не менялась. Была там всем чем-то там герц, в герцах измеряется. А в течение нескольких лет она начала подниматься, 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 и в январе этого года была зафиксирована отметка 36 герц. Вы можете себе представить, что наша Земля стала пульсировать, там вращаться вокруг Солнца, не знаю, как это все происходит, но сам факт с цифры 7 и 84 на 36 герц. Вселенная начала очищаться, Вселенная начала менять вообще свои вибрации. Почему сейчас люди четко разделились на две категории. Одни люди, которые сейчас мне пишет огромное количество людей, которые говорят, Оля, а я себя хорошо сейчас чувствую, а у меня сейчас деньги стали приходить, а у меня сейчас таланты мои как-то стали востребованы. А я такое ощущение, что человек встал на колесики и поехал, и поехал. А другие люди, наоборот, стали просыпаться, которые, ну не то, что стали просыпаться, а вылазить из нор, которые стали такими, знаете, прямо у меня все болит, я сейчас умираю. Почему сейчас это пандемия, столько людей умирает? Потому что как раз те люди, которые вечно находились на низких частотах, которые постоянно им жизнь не в милость, они уже устали жить, и молодые, и старые, между прочим, которым вот все тяжело, вот, пожалуйста, Земля производит очистку. И поэтому сейчас в такой момент времени, когда, казалось бы, всем должно быть стрёмно, есть люди, которым очень классно, у которых сил как будто бы встало в тысячу раз больше, которые не все до конца понимают, что делать, но, блин, прет, вот энергия прет. Я вам по себе могу сказать, конечно, хорошо себя заносить к энергичным людям, но я все-таки осмелюсь себя таковой называть, у меня сейчас просто силы и энергии в тысячу раз больше, просто. И у меня из-за этого, я вам признаюсь, есть страх, что это закончится, потому что я думаю, пиздец, это же сейчас мой рассвет, такое ощущение, что я как вампир проснулась посредине ночи и, понимаете, готова, блин, на этой вселенной играть в оркестр. Вот, вот приблизительно так. Так, як вы уважаете, интимное життя повязано с успильным, вплывая на карьерный риск. Наверное, я не готова сейчас говорить об этом в эфире, потому что это совершенно отдельная история в жизни, отдельная. Она очень плотно связана с нашей энергией, очень плотно. И особенно, да и в жизни женщины, и в жизни мужчины, но, наверное, я пока не возьму на себя смелость об этом сейчас говорить. Вот. Но считаю, что вплывая, конечно, пипец как. Так, да, про энергию все это, все заценили. Вот. Так что, если вас как бы штырит, понимаете, что все оки-доки. Соответственно, вопрос, да, а как, каким образом, блин, к этой частоте подгрестись, ну, что делать? Вот момент медитации – это как раз момент нашего резонанса, да, то есть тогда, когда мы, типа, резонируем вместе на одной волне, когда мы вместе с землей начинаем резонировать, наш мозг там замедляется, ускоряется, вот, и мы начинаем резонировать с землей, потому что у нас же уровень сознания и подсознания, вы понимаете, да, они у нас связаны. Кстати, об этом Кеха говорит, все об этом говорят. Ну, вот смотрите, мы с вами одновременно живем в двух измерениях, да, в нашем сознательном и подсознательном. Когда мы с вами находимся во внутреннем, есть как бы внутренний, внешний мир, да, так это назовем. Внешний наш мир, вот я сейчас с вами сижу, а внутренний мой мир, например, сейчас прокручивает ту медитацию, которую я буду сегодня проводить там участникам своим, да, и плюс еще он как бы прокручивает там, вспоминает какую-то историю мою там вчерашнюю и плюс думает о том, что я завтра приготовлю на завтрак. То есть я как бы вроде здесь нахожусь сейчас с вами, да, и у вас точно так же, но внутренне у нас происходят какие-то процессы. Вот, мы одновременно находимся с вами в двух измерениях, то есть наш мозг думает о чем-то одном, мало того, наш мозг сейчас может оказаться, он вспомнит, как мы были на отдыхе с вами, где-то на островах, мы даже можем видеть четкие картинки, некоторые люди могут даже чувствовать запахи в данный момент. Но мы физически вот, вроде бы с вами здесь находимся. То есть это как бы прямое доказательство тому, что внешние и внутренние миры, они взаимосвязаны абсолютно. И они взаимосвязаны настолько, что мы можем влиять, что мы можем, вспоминая, здравствуйте, сеточка, что мы можем с вами мысленно создавать определенные ситуации в своей голове, и если мы резонируем на правильных частотах, резонируем близко с Вселенной, мы эти ситуации можем в свою жизнь каким-то образом притягивать. Еще раз, я не берусь на себя вот этого, знаете, роль великого эзотерика, гуру. Я практик, человек, который вот это послушал однажды, начал чуть-чуть в этом больше копать, и сейчас копает, потому что интересно, и который в течение там 10 лет использует какие-то вещи, и это работает. Вот, собственно, вся моя история. Поэтому я не сразу же вам говорю, что там не превратилась в мага, йога и в прочих людей, абсолютная правда. Но это, мазефака, работает, и это нужно понимать, и, соответственно, почему бы это нашему подсознанию и сознанию не использовать, тем более сейчас. Мало того, все вот эти медитации, они позволяют нам убрать наши страхи, успокоиться внутренне, потому что, конечно же, внешне есть проявления, особенно если у нас по первым пунктам окружают люди, которые смотрят телевизор, да, вы типа его не смотрите, но ваш супруг или ваша мама считает нужным, обязательно вам позвоните, рассказать обо всем, о том, что происходит, сколько умерло людей, значит, что с ними там еще произошло, и вы волей-неволей эту информацию откуда-то подгребаете, да, и, конечно, тяжело, ну, как бы от всех отделиться. Поэтому момент медитации, он позволяет вашему мозгу абсолютно отключиться и подумать о том, что вам нужно, что вам приятно, погрузиться в себя. И иногда даже, вот у меня сегодня была медитация одна, я ее проходила, что же это было у нас, ситуации, стрессовые ситуации я сегодня прорабатывала, и я думаю, блин, какие у меня вообще стрессовые ситуации, ну, типа, на что для меня сейчас стресс, ну, и там говорят, дают примеры, типа, например, что стресс может быть для вас сейчас вот изменения, что может там вы остались без работы, там, или у вас там вы боитесь, что что-то случится вообще глобальное, вы вообще переживаете. Короче, я не поняла, что я вообще ни за что не переживаю. Я нашла у себя только один пункт, который меня парит. Вот единственный страх такой, честно. И этот страх я расписала на 6 пунктов, потому что я написала 6 пунктов и поняла, что это все относится к одному. И вот я зашла в медитацию, ну, и думаю, боже, ну, блин, а это медитация именно на проработку. Думаю, блин, ну, что уже опять в этой медитации, уже ж я очень умная, я же все знаю. И мне в медитации пришла такая картина с детства, я меня аж затрусила, аж проревелась. Причем я не все даже ситуации помню, которые там были, я помнила очень хорошо ощущения, и это именно то ощущение, которое сейчас, в общем-то, является моим таким заблокированным страхом, которое во мне сидит, единственное. Я вот сегодня собираюсь с мамой поговорить, потому что я поняла, что это было настолько страшное для меня время, что я даже, мое подсознание его заблокировало, я даже не могу вспомнить, оно было там в 9-10 классе, я не такая маленькая была, а я не могу вспомнить и разложить все по деталям. Поэтому медитация – это очень классные штуки, которые позволяют вскрыть в своем подсознании какие-то вещи. Мы не можем на что-то забить, мы не можем от чего-то избавиться, вот не убрав это. Это как, знаете, вот, простите за сравнение, но если у вас что-то в холодильнике воняет, то мы не можем подождать, пока оно перестанет вонять. Нет, оно будет разлагаться, оно будет портить вам все остальные продукты. Поэтому эти вещи необходимо делать. И если сейчас вы как раз относитесь к более высокочастотным людям, которые, а как это понять? А понять это так, что вас вдруг начали эти темы волновать. Вот вас, может, вообще никогда не волновало, может, вы спокойно без этого жили. А тут вдруг эти вопросы, типа, блин, а кто я, мне важно чем-то своим заниматься, а что-то мне хочется полезное делать, мне хочется раскрыть свой талант. Вот у вас вдруг начинает эта штука вибрировать. Вы такие, типа, в смысле? Вы начинаете думать не исходя из того, какую сейчас нишу делать и повязки пошить, а вы начинаете понимать, что вас что-то подмывает. Подмывает ваше счастье, ваша жизнь, какие-то такие странные истории к вам начинают в голову затекать. Тем ли вы сейчас занимаетесь, а может быть нужно вообще в корне что-то другое, и это вас волнует сильно больше. Вот это происходит. У меня, наверное, это началось раньше, где-то в 2015-14 году. У меня начались такие очень сильные позывы, и что самое интересное, я наблюдаю за многими людьми на протяжении многих лет и вижу, что к этому очень многие приходят из моего окружения. Это забавно. Каждый приходит по-разному, каждый приходит в своей форме. Но сейчас понятно, что Вселенная нас просто к этому ведет, что нам сегодня мало просто проживать свою жизнь в контексте того, чтобы было что пожрать. То есть нам уже мало просто поесть, нам уже мало, чтобы было просто где спать. И, конечно, наш мозг, он не готов к таким быстрым изменениям, поэтому и нас так и колбасит. Понимаете, раньше у нас были какие-то, заметьте, вот сколько сейчас кайфа нас окружает. Нам сейчас, чтобы поесть, надо открыть холодильник. А ведь человек с тем же мозгом жил и добывал себе пищу, помните, когда-то. Шмотки, посмотрите, сколько у нас шмоток, столько, сколько сносить нельзя. В принципе, у каждого из нас сегодня есть гардероб, который мы можем носить до конца жизни, а мы его меняем каждый сезон. Доступ к информации, пожалуйста. Мы какое-то время назад, я мечтала, помню, там, какого-то артиста где-то когда-то увидеть с дальнего ряда. Сейчас ты даже написать в личку ему можешь. Я сейчас могу любому человеку написать в личку и с ним пообщаться, ответить, поздравить его лично с днем рождения, а могу даже созвониться, а могу с некоторыми даже встретиться. То есть, представляете, насколько у нас сейчас вообще какой колоссальный мир возможностей. А вы говорите, что чего-то не хватает, что чего-то не может быть. Да нет, не хватает только страха, ну, как бы смелости не хватает. Принятие ответственности. Человеку страшно сейчас понять, что он реально это может, что все эти возможности в наших руках сегодня, что мы не можем сегодня найти какое-то объяснение логическое, а почему мы не делаем, потому что у нас все инструменты есть, все. Ты можешь вообще все, все, что ты хочешь. К любому достучаться, к любому дозвониться, с любым поговорить, любому предложить. Но нам нужно поэтому включить идиота в себе. Это единственная возможность себя остановить. Включить в себе идиота и сделать вид, что, блин, я этого всего не слышу, не желаю, это все бред, и вообще сдохните, твари. Ну, так. Так, медитация – это транс, легкая форма гипноза. Медитация – это замедление частот вашего мозга. Когда мы вообще обычно находимся с вами в состоянии бета, вы можете почитать об этом информацию. Есть состояние бета, есть состояние альфа, есть состояние тета. Наш мозг, он генерирует определенную частоту. И когда мы находимся на состоянии бета, по-моему, мы там что-то генерируем 14-21 Гц, и мы находимся в состоянии бодрствования. Состояние альфа – это когда наш мозг замедляется, и именно в этом состоянии наши сознательные и подсознательные где-то остаются наедине, наравне. Что такое состояние альфа? Когда мы с вами засыпаем, помните состояние дрема. Когда вы не понимаете до конца, вы вроде бы не уснули, но вы вроде уже как будто начинаете видеть сны. Но если я вам скажу, там, Маша, вставай, то вы встанете, вы меня слышите, вы видите, вы понимаете. То же самое утром, когда вы просыпаетесь, и есть такое ощущение, как будто бы ты на лифте поднимаешься, да, вот это состояние, когда ты уже слышишь голоса, там что-то твои дети делают, но ты еще хочешь доспать, да, и тебе даже могут что-то спросить, ты говоришь, да-да-да, но вот это вот как раз состояние альфа. Просто наши частоты волновые, они немножечко успокаиваются, там находятся на уровне 14 Гц. Ребят, я в этом, опять-таки, не суперспециалист, я просто практикую и, как бы, естественно, теорию изучала вместе со своими наставниками по этому делу, разными абсолютно. Вы можете почитать об этом информацию. Поэтому это ни в коем случае не транс, это на более глубоких уровнях, например, когда мозг замедляется сильнее, но в это состояние должен вводить уже человек, который в этом шаре, в состоянии тета, в состоянии там еще какое-то есть. Не помню, пыталась вспомнить, но не вспомнила. Там прорабатываются более глубинные штуки, но там уже должен быть человек, который умеет вас по этому делу вводить, потому что там уже, как правило, идет какое-то программирование, которое закладывается. У нас же в детстве, смотрите, есть такая техника, называется отпечатывание. Когда мы тысячу раз с вами что-то повторяем, мы начинаем в это верить. И наш мозг начинает в это верить. Но мы с вами ленивые же, чтобы эту технику делать, конечно, например, говорить там, я там каждый день продаю там тысячу чего-то. Вот так, уходите, говорите это. Мы ленивые. Но другие люди, они не ленивые. И, например, мама с папой, или вы, если мама с папой сейчас, вам не лень своему ребенку сказать, например, многим моим подружкам говорили, да ты бестолочь, ты ничего не умеешь. И вот родители это говорить на подсознании. Вы себя программируете такой фразой, например, как «ничего себе». «Ничего себе! Ну ничего себе!» Вы что эту фразу, как дураки, повторяете тысячу раз, скажите мне? Ну что, вы каждый раз говорите себе эту фразу? Вы даже об этом не думаете, потому что эту фразу говорят все. А теперь вдумайтесь о том, что вы говорите. «Ничего себе!» «Ничего себе!» Тысячу раз вы это повторяете. И вот эти моменты, которые нам говорят, как там, что, ну вот, такие стандартные установки, там «все богатые люди воры, честно, денег не заработать». И когда вы растете с этим и много лет это слышите, то вы, может быть, уже и фразу не помните, но ваше подсознание и ваше тело глубоко это пропечатывает. Вот мы делали медитацию в прошлое воскресенье «Встреча со своим внутренним ребенком». И очень многие повспоминали, как родители, например, ну, обесценивали заслуги ребенка. То есть, ну, как бы, ребенок все время пытался заслужить любовь, похвалу своего родителя. А родитель считал, ну, как бы, что не нужно этого говорить, там, это нормально. Вот если вы поковыряете свои проблемы, то, что у вас сегодня печет, да, у меня, например, это началось, там, в 24 года, когда я 23, когда я поняла, что у меня какие-то явные проблемы с мужиками. Все мои отношения похожи вообще как зеркало. Вот тут так смотришь, зеркало, в траткое сравнение. Короче, они все похожи, как братья-близнецы. Я все время встречаю один типаж мужчин, веду себя одинаково и получаю одинаковый результат. Вот все время. И я тогда задумалась после очередных отношений, что, блин, я по какому-то кругу хожу. И тогда я начала там копать уже литературу, искать кого-то. И мне, когда мне сказали, что, ну, естественно, ну, конечно, у тебя запечатанная программа, точно такая же, как ты увидела у своей мамы. И когда я вообще это все разобрала, первый раз у меня холодок пошел по телу. Это сейчас мы уже продвинутые, сейчас уже куча всяких книг, тренингов, всего. А еще там 10 лет назад всего этого было сильно меньше, сильно меньше, в разы. Вот. Поэтому эти вещи необходимо в себе вскапывать, необходимо в себе поднимать. Для большинства людей это все не имеет никакого значения. Это все бред. В это время удобно почесаться, похрюкать и сказать, что Ермилова дебилка и сошла с ума. Это вообще нормальная история. Я тоже считала раньше, что это все люди дебилы. Я, правда, так считала. Вот. И периодически у меня тоже есть какие-то программы, которые блокируют. Но в какой-то момент ты вдруг думаешь, ну, наверное, они дебилы, но что-то хочется их послушать или там почитать, или пройти какую-то практику. И когда, конечно, у тебя начинаются какие-то происходить реальные изменения, и ты фиксируешь это, то, конечно, твое отношение начинает меняться. Поэтому помните вот о том, о чем я вам говорила, что меняешь мысли и меняешь свою жизнь. Ничего вроде бы не поменялось. Вот как бы ты можешь физически сидеть на том же месте, а твои убеждения начинают меняться, и ты, соответственно, начинаешь по-другому действовать. Ты начинаешь думать, что, может, не все эти люди дебилы, вот, может, в них есть что-то хорошее. Ты начинаешь действовать, получать новый результат, и вдруг незаметно, опа, а ты на другой какой-то чистоте. Ты как-то по-другому. Ты раз там начал медитировать. Вообще медитация, я вам скажу, первый свой скачок, который я сделала в жизни вместе со своим мужем, кстати, уже был именно благодаря тому, когда мы попали на медитации. У нас было такое отчаянное состояние, мы собирались разводиться, у нас не было денег, у нас были кредиты, вот это как раз было там, мы жили у моей мамы, у нас было совсем все плохо, и мы тогда отнеслись к практикам, на которые мы типа случайно попали, мы увидели, как бы, и там был такой запрос целевой, как раз, который у нас был, и мы туда попали. И мы пошли туда от отчаяния, ну типа из истории того, что нам уже нечего терять, да, уже все настолько плохо, что единственное, что мы можем потерять, это там по 100 долларов за эти занятия. И это очень-очень сильно на нас повлияло, мы тогда прошли там все ступени, все, что только могли. И можно, конечно, сказать, что это был момент самовнушения, что, может быть, у нас бы и без этого все было. Не имеет значения. Самое главное, что это все начало работать, и самое главное, что медитации научили меня расслабляться и проще ко всему в жизни относиться, перестать делать проблемы, перестать в своем теле ощущать стресс. Медитация – это прекрасная история для того, чтобы вы ощутили расслабление. Ведь что такое стресс? Когда вы стрессуете, у нас меняется биохимия в организме. Помните это состояние, когда подкатывает, причем стресс у каждого в разных местах, у кого-то в пятки сердце уходит, у кого-то здесь вот становится, у меня вот тут страхи, стрессы вот тут вот заедают. Я прям иногда глотать не могла. У кого-то голова начинает вибрировать, вот когда вам сильно страшно, кто-то потеет страшно, а у него там течет изо всех дырок. То есть стресс – это такая ситуация, которая физически как бы меняет биохимию. И стресс классно, он хорошо на нас действует, если он не сильно, его много. Но если его сильно много, то этот стресс начинает, он куда? В сердце уходит. Почему в нашей стране, вообще в нашем мире, так много людей, у которых проблемы с сердцем? Потому что начинает в мышцу отдавать, и почему-то это сердечная мышца. Вот поэтому как бы медитация – это всегда прекрасный способ для расслабления вашего тела, для… Иди, что муж, боже, вообще из-за чего я завелся? Что вообще было причиной? Почему мы так поругались? У вас, я не знаю, бывает ли с партнерами, у меня такое бывает. Когда ты такой думаешь, боже, из-за чего это было? Это правда из-за того, что я утром, когда выбрасывала бутылку с молоком, капнула каплю на пол, и он сказал мне, ты бы могла за собой вытереть, а я бы сказала, ну знаешь что, а ты бы мог, когда кошачье говно выкидываешь в унитаз, смывать его нормально, потому что оно там размазывается, а он говорит, но я тебе давно не говорила, но ты когда выходишь на кухню, и пенку из-под кофе, и все, и вас понесло, и вы уже, короче, такие в бешенстве находитесь, у вас тело все вот так вот вибрирует, вы же понимаете, что вам надо разводиться, просто вы друг друга ненавидите, похоже. И потом пришло 15 минут, и вы думаете, ёпси, что вообще происходит? Что это было? Но очень многие люди еще умеют потом неделями не разговаривать после такого, и это вообще трэш, а потом мы удивляемся чему-то, поэтому медитация – это прекрасный способ, когда вы учитесь медитировать, это прекрасный способ для офигенного расслабления, все эти стрессы уходят с вашего тела, все уходит и все восстанавливается, это как бы правда. Единственный минус всего этого действия в медитациях – это то, что мы опять-таки все, уж простите, очень ленивые твари, вот так вот нас сделали ленивыми, нам вообще тупо лень все, вот все лень, я это замечаю, медитировать нам лень, хотя казалось бы, развалился, блин, закрыл глаза и отдыхать, лень, лень, ничего не можем сами сделать, желание своей написать, книжку о себе написать, боже, это вообще можно просто уписаться, все надо переделать, мы полы можем перемыть там, я не знаю, собаке хвост надо расчесать, все надо сделать, но для себя, это же просто капец, это просто капец, я сегодня с 8 утра пытаюсь покачать пресс, не, я лучше проведу 350 тысяч прямых эфиров, еще что-нибудь сделаю, но понимаете, все время есть какие-то отмазки, хотя медитация – это невероятная волшебная штука, очень крутая, вот, особенно классно работает, если еще у нас есть какие-то практики, которые находятся на земле, моя сейчас практика – это рерайтер жизни, это написание книги о своей жизни, своих желаний, своей истории, своей красивой жизни, ну, казалось бы, что может быть приятней, чем придумать свою жизнь и иметь шансы хотя бы на то, что это может произойти, ну, блин, что может быть приятней, ну, нет, ну, нет, ну, нет, людям тоже сложно это дается, тоже тяжело, тоже все это через боль происходит, ну, вот сейчас, те, кто проходит у меня рерайтер, я точно тут видела людей, мне кажется, что медитации мы сейчас стали ждать, мы сейчас делаем медитации через день, я мало того, что стала готовиться к ним активно, я сегодня подготовила очень классную медитацию для вас, вот, мы, у нас есть, изначально была история в том, что мы просто визуализируем то, что мы пишем, а потом я стала добавлять медитационные практики, а медитационные практики, это с глубоким изначально погружением и расслаблением, для того, чтобы мозг полностью отключался, вот, ну, как полностью отключался, вы находитесь в состоянии контролируемом, абсолютно, вы не в трансе, вам ничего нельзя запрограммировать, объяснить вам, что-то плохое вложить в голову, наоборот, вот, но при этом вы максимально расслаблены, и вот, я уже так поняла, что мы стали медитацией, ребята, участники, ждать больше, чем, наверное, написание самой главы, потому что очень часто в медитации, когда мы начинаем работать, ну, и видеть картинки всего того, что мы только что написали ручкой, всплывают какие-то совершенно нежданчики, ну, то есть, ты об этом сознательно не думал, ты этого сознательно не видел, а твое подсознание тебе начинает вдавать такие крутейшие штуки, вот, мне нравится за это очень медитация, вот, медитации я для себя делю на две категории, первое, это те, в которых ты можешь помечтать, там, расслабиться, а второе, это когда ты возвращаешься в какой-то период в своей жизни, первый раз, когда мне об этом сказали, я подумала, что это вообще уроды какие-то, блин, ну, в какой, что-то могу вспомнить вообще со своей жизнью, ну, это так прикольно, и я думаю, в транс уводят гады, ну, сейчас будут, короче, мне говорят, отдай мне свои деньги, ну, я же нормальная, нормальная советская девочка, я выросла, я знаю, что такой бы Кашпировский, всех разводил там, я все прекрасно знаю, мне было очень изначально страшно, но потом я поняла, что ты действительно, каким-то чудодейственным образом, вспоминаешь такие вещи в своей жизни, которые ты сознательно не помнил, ты себя видишь там, маленьким, большим, иногда в какой-то одежде, иногда в странной ситуации, но у тебя всплывают какие-то очень классные образы, очень классные какие-то картины, и ты в результате понимаешь, почему у тебя сегодня есть та проблема, которая есть, мало того, я этого не делаю, это делают какие-то более продвинутые товарищи, программы можно заменять, можно возвращаясь в свое, это я вам так расскажу, можно возвращаясь в свое детство, в свои периоды, может быть не детство, там, где была у вас травма, их можно заменять, их можно вырезать и вставлять в свое подсознание так, как будто бы этого не было, особенно это, если есть какие-то травмы, там, не знаю, детского насилия, короче, ну знаете, какие-то такие, либо картины, ну не дай бог, если там кто-то умер на глазах ребенка, убили кого-то, какие-то страшные вещи, которые очень сильно травмируют, ну в общем, я уже не туда ушла, но я вам должна была это рассказать, так, я кауза, гальны, на назву медитации, практики, техники, как проходят медитации, вы можете прийти ко мне завтра на медитацию, завтра будет бесплатная медитация, и в шапке профиля у меня есть регистрация, и посмотреть, как это происходит, я не могу вам рассказать, вы можете это увидеть у меня, либо пойти, миллион медитаций есть в интернете, посмотрите, так, Ермилова включает, говорит, я даже не знаю, кто вы, мужчина, женщина или оно, так, только что закончила тренировку, отжимание от пола тысячу раз, даже не знаю, что сказать, так, у меня упадок сил, ложусь 3-4, просыпаюсь 12, стою сил нету, внутри будто меня что-то сжирает, но вам однозначно, скорее всего, у вас сейчас именно низкочастотное состояние, вот, вам нужно однозначно поработать над этим, если у вас есть такая потребность, то есть, если вы понимаете, что то, что с вами происходит, вас не устраивает, я бы вам рекомендовала именно начать с каких-то духовных практик, куда-нибудь, ну, поерзайтесь, посмотрите, что вам попадется на глаза, посмотрите, куда вам захочется пойти, если у вас вот такое состояние внутреннего изнемождения, ребята, ваше тело говорит вам, или там, ваш разум говорит вам сос, сос, просто сос, вот, обращайте на это внимание, потому что, в противном случае, ну, болезни начнут приходить, так устроены мы, так мы устроены, вот, поэтому будьте аккуратны, я тоже сейчас достаточно поздно встаю, там, в 9 утра, для меня это поздно, но я ложу сейчас, потому свои 8 часов, наверное, я все-таки это должна доспать, вот, на самом деле, тема, как по мне, очень интересная, глубокая, и почему вообще про нее, да, потому что бесполезно сейчас заниматься бизнесом, бесполезно что-то пытаться отстроить до тех пор, пока фундамент страдает, а фундамент страдает всегда, когда человек не может найти свое место, фундамент страдает тогда, когда человек не понимает, нахрена, но ему все надо, нету мотивации, когда ты знаешь, какую ты жизнь хочешь, где ты хочешь жить, с кем ты хочешь жить, какие отношения у тебя должны быть, кем ты, вот у нас завтра будет глава посвящена, уже вот всем, кто есть, расскажу, завтра будет глава посвящена как раз своему собственному предназначению, тому, кто я в этой жизни, Чем я занимаюсь? Вот я сегодня записывала как раз под это видео. И пока ты не можешь понять, а кем ты хочешь вообще быть, какая она твоя жизнь, поверьте, можно бесконечно искать ниши, продавать бокалы, сумки, презервативы, тело и так далее, но так или иначе ничего хорошего это не даст. Сейчас будет умирать очень много людей, будет уходить очень много людей. И поверьте, коронавирус это сейчас не страх, это не что-то ужасное, это то, что должно было прийти. Просто пришло, вот его назвали вот так. Это то, что сейчас зачищает и забирает людей, которые уже свое прожили, людей, которые не хотят жить, людей, которые не хотят развивать, которые не хотят развиваться. Такие люди уходят, слабые люди уходят, люди, у которых много хронических заболеваний уходят. Это нормальный эволюционный процесс. Просто сейчас, у нас не было такого никогда, а сейчас начался процесс массовой зачистки. Но, соответственно, сейчас будет освобождаться много новой энергии и будут выходить на первые планы люди, которые хотят жить, люди, которые хотят творить, люди, которые хотят реализовываться, люди, которые хотят расправить свои крылья, хотят и готовы. И будут очень многие люди пробуждаться. Пробуждаться – это именно момент того, когда вы как-то одно время, может быть, и нормально вам все было, а сейчас вы прям чувствуете физически, как ваши крылья начинают подниматься. И эти люди будут находить те занятия, будут развиваться в том, что им очень близко. Потому что стать лучшим в том, что тебе не нравится, ну, это, знаете ли, слишком, слишком энергоресурсно, слишком. Для того, чтобы быть лучшим, ты просто должен делать свое дело. И, соответственно, если ваш поиск по-прежнему идет к нише бизнес, то, ну, мне вас искренне жаль. Мне вас искренне жаль, потому что вы все равно будете несчастными. Ну, как ни крути. Деньги – такая энергия, она может приходить. Вы можете заниматься чужим делом, она может приходить, потом уходить. Но когда вы находите свое, вы всегда останетесь со своими деньгами, со своим благополучием. И самое главное – в своем внутреннем состоянии счастья. Не умрет ни один человек от этой пандемии, который находится на своем месте и который сегодня энергичен и так далее. Поверьте. И врачей поэтому хватает эта болячка, тех, не всех же хватает, а тех, которые стоят там уже на работе, знаете, и заебались. Я иногда, когда попадаю в обычные клиники, я вижу там с врачей, я не знаю, как они живут вообще. Им даже в лом тебе дверь открыть. Они вот так вот типа, ну, заходите, ну, садитесь. Они уже просто, уже вот, знаете, как старички, боровички, которым вообще на все наплевать. А есть 95-летние старушки, которые, блин, скачут, скачут и скачут. И видно, что человек, блин, умрет где-нибудь за 257 лет. Поэтому к этому нормально, нужно абсолютно относиться. Стремитесь сами искать себя сейчас. Это важно и это нужно. Приходите на Рерайтер жизни. У нас сейчас очень круто. У нас второй поток стартует 1 мая. Во втором потоке уже, наверное, будет больше всего, чем в первом. Я так по секрету расскажу, потому что все время добавляется. Все у нас сейчас есть, мы пишем 15 глав книг. Главы пишутся достаточно интересно, легко. Я даю подробные чек-листы, что нужно писать, о чем не забыть. Я записываю занятия, я нахожусь в чате. Через день мы проводим медитации. И сейчас это, как я говорила, не только о визуализации, как мы только стартовали, а сейчас это начинаются еще и медитации для того, чтобы вы учились хорошо расслабляться, для того, чтобы глубоко погружались и для того, чтобы вы могли доставать еще не только свои сознательные желания, но и свои подсознательные желания. У нас в этой группе очень классные ребята. Они уже начинают что-то тянуть с новой жизни, с той жизни, которую хотят уже покупать. Какие-то вещи, которые они увидели в своей новой жизни, какие-то атрибуты, очень классные. Это действительно качает. Помните о том, с чего я начинала? Что мысли – это реальные силы. И что мы можем вложить в свой мозг абсолютно все, что мы захотим. И если вам эта мысль нравится, вы можете ее вложить, и она у вас сработает. Если эта мысль вам не нравится, то вы можете сказать, что это полный бред. Я в это не верю. У меня это никогда не сработает. И для того, чтобы работать, мне нужно тяжело ебашить. Это ваш исключительно личный выбор. И если в вашей жизни сегодня все тяжело, то только потому, что вы так сами выбрали. И до тех пор, пока вы не захотите в своей голове поменять эти программы, до тех пор, пока вы будете находить все то, что будет подтверждать вашу правоту, у вас все так и будет. Просто осознайте иногда, насколько легче все изменить. Да, как и в интернете. Вы можете сейчас найти информацию, которая подтверждает то, что у нас практически конец света, и вообще невозможно выйти из дома. А можете найти видео и материалы тех врачей, людей, еще кого-то, которые говорят, опомнитесь, проснитесь, нас дурят. Это обман, ничего такого нет. И то, во что вы поверите, и будет вашей реальностью. Вот в чем интерес. Понимаете, как и во всем остальном. То, во что вы верите, и является вашей реальностью. Поэтому вы просто выбираете свою установку и живете так. Я могу вам сказать из собственного опыта, что я много лет выбирала установку того, что жизнь – это боль и сражение, и ничего так просто не достанется. Мало того, я каюсь, я учила этому. Я говорила о том, что нужно очень много работать, ебашить, фигачить, что все, ничего так просто не дается. Я прошу прощения у всех, кому я такое говорила. Потому что действительно это тяжелейшая установка, тяжелейшая ноша, которую мы сами на себя возлагаем. Никто не говорит о том, что ничего не надо делать, сидишь на диване, все происходит. Нет. Безусловно, жизнь – это действие. Мы действуем, мы с вами должны эволюционировать, мы должны двигаться. Это всегда движение. У нас в крови, в теле в нашем миллион клеточек, которые все время меняются. Что-то происходит. Но отношение к тому, что мы делаем, может идти через удовольствие, когда мы понимаем, что я двигаюсь, я хочу все удовольствия жизни, благо жизни. Я хочу развиваться, я хочу делать что-то полезное. Я хочу тратить деньги, мне нравится, я хочу путешествовать, я хочу пить дорогое вино. Я хочу классные шмотки, я не вижу в этом ничего плохого, я не буддист, еще что-то. Но я хочу получать от этого удовольствие, а не через боль идти и думать, как же мне теперь тяжело, это все достанется. Нет. Работать придется и так, и сяк. Но вы можете это делать с кайфом, когда вы делаете то, что вам нравится, когда вы начинаете с вопроса не того, что буду делать, что получится, а когда вы говорите, я хочу это, я хочу реализоваться в этом, я хочу стать номер один в этом, по сути, какую бы карьеру вы ни начинали, везде будет одинаково сложно. Только есть две разницы. Первое, вы будете делать то, что вам нравится и к чему у вас лежит душа и без таланты, а второе, вы будете делать то, что вам почему-то показалось сегодня делать выгодно, потому что вам сказали об этом на каком-то бизнес-тренинге, что сейчас надо идти в эту нишу. Поэтому будьте умными, разумными, мудрыми, не знаю какими, будьте собой, с собой просыпайтесь. Если вы посмотрели этот эфир, не застрелились и не отключились, значит не просто так это произошло и вам это нужно. Я вам всем очень благодарна, у меня уже показывает, что осталось полторы минуты. Я вас жду всех завтра, это будет суббота, накануне Пасхи, по-моему 18 апреля, у меня всегда кретинизм в датах, в 21.00 я буду проводить медитацию прощения себя. Приходите, попробуйте, что это такое. Для тех, кто готов идти в рерайтер жизни, я вас тоже жду. Это 100% будет круто, это точно принесет вам очень много позитивных изменений. То, насколько изменится ваша жизнь, зависит исключительно от того, насколько вы сможете свой мозг заставить поверить в то, что ваша новая реальность, это действительно ваша новая реальность. Ссылочки на рерайтер, у меня есть профиль, есть в инстаграме, в общем, есть мой директ, всегда можно написать. Всем желаю классного вечера, еще раз спасибо, что вы все пришли. И помните о том, что все, кто приходят на мои эфиры, никогда ничем не болеют. Это такой бонус от меня, волшебная палочка. Все, я надеюсь, что я пресс все-таки покачаю, но растяжки я еще не лишилась. Все, пока.